Года лупы. Что ты говоришь? Что слышал? Она тебя обманывает, Алекандро. Ложь. Я тебя видела. Я видела тебя с другим мужчиной. Это не то, что вы думаете. Алекандро, пожалуйста. Ты не веришь ей, правда? Алекандро, клянусь, я тебя никогда не обманывала. Никогда. Всё не так. Нет другого мужчины. Прошу тебя. Ты не можешь ей верить. Поверь мне. Ты должен верить мне. Даниэла, пожалуйста, сбавь тона. Успокойся. Это абсурд. Не будь слепым, Алекандро. Не позволяй ей убедить тебя. Даниэла уже давно тебя обманывает. Я твоя мать. И никогда ничего не сказала бы, если бы не была уверена. Вы так говорите, потому что ненавидите меня. Потому что вы эгоистка. Я только хочу, чтобы мой сын не страдал по твоей вине. Всё-всё, пожалуйста. Ведите себя достойно. Мама, я уже не ребёнок. Я понимаю, что ты желаешь мне лучшего. Но всё дело в том, что... Ты мне не веришь. Предпочитаешь закрыть на всё глаза и дать ей обманывать себя. Хорошо, Алекандро. Это твоё дело. Когда-нибудь ты поймёшь, что я права. Ты делаешь несчастным моего сына. Ты смеёшься над его чувствами. Ты не заслуживаешь такого мужчину. Ты заслуживаешь... Навсегда остаться паралитичкой. Ну что? Алекандро. Алекандро, клянусь. Я никогда тебя не обманывала. Я тебя обожаю, дорогой. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Да. Но мама говорит, что она тебя видела. Да. Это правда. Она видела меня с Рокки. На улице. Это была случайная встреча. Мы просто встретились. Она нас увидела и подумала, бог знает что. Значит, ты была с этим типом? Алекандро, я не была ни с каким типом. Между мной и Рокки ничего нет. Он мой друг. Верно, мы виделись пару раз в университете. А потом встретились на улице. Но это не было запланировано. Мы не договаривались о встрече. Между нами ничего нет. Алекандро, ты должен мне верить, дорогой. Я люблю тебя. Более того, если ты меня попросишь, я словом не обмолвлюсь с этим человеком, никогда с ним не заговорю. Но скажи, что ты мне веришь. Что не считаешь меня способным за кое. Я не настолько порочная. Алекандро, я люблю тебя. Я тебя обожаю, дорогой. Пойми меня, пожалуйста. Иди, иди сюда. Сядь, сядь. Успокойся. Успокойся, Данила, пожалуйста. Посиди здесь. Я ненадолго уйду, но скоро вернусь. Куда ты пойдешь? Сегодня выписывают Анфредо. Пойду, посмотрю, как там дела. И сразу вернусь. А потом мы продолжим разговор. Нет, дорогой. Я не хочу тебе мешать. Лучше я пойду. Ну, Данила, пойми. В любом случае. Мне пора идти, Алекандро. Я должна быть в университете. Меня ждет Чена. Хорошо. Раз ты так хочешь. Да, так будет лучше. Я не хочу пропускать занятия, а также подводить Чена. Увидимся вечером. Да? Да. Гвадалупа, моя племянница, доктор. Я имею право желать для нее лучшего. Я это понимаю, сеньора. Но весь вопрос в том, пойдет ли ей на пользу возвращения домой. Будет ли это лучше? Разумеется, да, доктор. Она будет с семьей, с друзьями, в окружении людей, которые ее любят. Для Гвадалупы нет лучшего места, чем ее дом. Там она будет под моей защитой. Возможно, это для нее целесообразнее. Но хотелось бы быть уверенным в этом. Пожалуйста, доктор. Вы, я, все остальные знают, что у Гвадалупы улучшение. Моя племянница почти поправилась, доктор. Верно, в ее сознании еще остались небольшие провалы. Но я уверена, что любовь, которую она получит в моем доме, вылечит ее окончательно. Единственное, что я могу обещать, что изучу этот вопрос, сеньора. И, кроме того, проведу обследование Гвадалупы. Но вы только что это сделали, насколько я знаю. Все было хорошо. Да, это так. При последнем обследовании Гвадалупы держалась молодцом. Кроме того, по словам медсестры, которая за ней ухаживает, пациентка стала спокойной и уравновешенной. Лечение, которое было проведено, дало обнадеживающие результаты. Вот видите? Ну, в любом случае, мне кажется, не стоит торопиться с переводом Гвадалупы домой. Пожалуйста, доктор. Я готова выполнить все ваши указания относительно Гвадалупы. Я даже думаю нанять сиделку, которая была бы с ней 24 часа в сутки. И все это я делаю, потому что убеждена, что моей племяннице нужна поддержка и любовь семьи. Доктор, вы должны мне позволить забрать Гвадалупы домой. Вы не можете отказать, чтобы она жила с нами, чтобы была рядом. Я так ее люблю и так по ней скучаю. Садись, садись и не двигайся. Если начнешь кричать, клянусь, ты об этом пожалеешь. Ты останешься здесь и будешь хорошо себя вести. Если хочешь выйти отсюда, ты должна всем доказать, что ты полностью вылечилась, понятно? Ты меня слышала? Я буду наблюдать за тобой. Если закричишь, ты дорог за это заплатишь. Иисус. Где он? Этого пьяница здесь больше нет. Он ушел. Так что не жди, что он придет и защитит тебя. Ты одна со мной. И ты знаешь, я не потерплю твоих срывов. Да. Да. Вот так-то лучше. Я буду рядом. Веди себя хорошо. Пресвятая Дева. Защити меня. Защити меня от демонов. Не позволяй им причинить мне вред. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Это. Режис. Ведом. Что нужно? Я т easy. Я тебя умоляю. Наконец-то я тебя вижу. Даже не верится, что мы столько времени были в разлуке. Несколько месяцев. А я даже не могу ничего рассказать. Потому что не знаю, что происходило. Я был погружен в долгий сон. А ты здесь. Одна. Это какой-то кошмар, Гудолуба. Ты знаешь, что произошло, верно? Тебе об этом сообщили? Знаешь, что я не мог приходить к тебе? Или тебе ничего не рассказали? Гудолубы тебе не сказали, в каком состоянии я находился. И ты думал, что я тебя забыл. Успокойся, я не причиню тебе зла. Нет. Гудолуба. Нет, нет. Я ничего не знаю. Я не знаю ничего. Ты видела меня в госпитале. Куда тебя привозили. Мне рассказал Алиханду. Он привел тебя в мою палату. Помнишь? Да. Да, помню. Гудолубы. Я был без сознания, в состоянии комы. Я не знал о том, что происходило. И, наверное, я ждал тебя, чтобы вернуться из мира тени. Они сделали все возможное, чтобы оживить меня. Но все было бесполезно. Гудолуба. Гудолуба. Это удалось тебе. Твоему голосу. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты вернула меня к жизни. Я услышал свое имя. Ты меня позвала, Гудолуба. Ты вызвала мое имя. Я начал бороться за жизнь. И начал пробивать путь в пустоте во мраке, чтобы вернуться к тебе. Дорогая, только ты сможешь меня оживить. Только силы чувств, которые нас соединяют. Спасибо. Нет, не благодари меня. Я ничего не сделала. Я не пыталась разбудить тебя. Я ничего не знаю. Гудолуба. Зачем мне это делать? Зачем мне это делать? Чтобы ты снова меня преследовал? Нет, дорогая, я тебя не преследую. А если делаю это, то ради твоего блага. Неужели ты не понимаешь? Я люблю тебя. Я люблю тебя, Гудолуба. Нет, нет. Ты причинил мне вред. Горе. Ты был жестоким со мной. Принес мне много страданий. Гудолуба, пожалуйста. Это все позади. Я был слеп. Я заблуждался. Боль, которую я тебе причинил, вернулась ко мне. Я заплатил с лихвой. А кроме того, Гудолуба, ты меня простила. Вспомни, ради Бога, ты меня простила. Нет, нет, я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Гудолуба, будь профит о том месте, которое я себе внушил. Выбрось все это из головы. Выбрось эту мерзкую историю. Забудь о Сан-Брану. Забудь о Мендосе. Их больше не существует. Мендоса. Мендоса. Они демоны. Ты. Ты демон. Да, да, ты демон. Я не хочу причинять тебе зла, дорогая. Мой сын. Что ты с ним сделал? Что ты сделал? Что ты сделал с моим сыном? Где мой сын? Успокойся. Что ты сделал с моим сыном? Ты должен сказать, что ты сделал с моим сыном. Успокойся, пожалуйста. Я его ищу. Измени. Что ты сделал с моим сыном? Что ты сделал с моим сыном? Он также и мой сын. Я не могу причинить ему вреда. Этот идиот Феррер отказывается выдать Гудолубу свидетельство, чтобы я могла забрать ее из лечебницы. Успокойтесь. Посмотрим, что можно сделать. Я не терплю, когда мне возражают. А этот докторишка встал на моем пути. Он не нарушит мои планы Орангу. Мне нужно это свидетельство, и он мне его даст. Сеньора Самбрана, вы очень хорошо знаете доктора Феррера. Он вас лечил. Вы знаете, как он щепетил. Меня это не волнует. Меня ничего не волнует. Мне нужно вытащить ее оттуда. Но Феррер категорически против? Нет, не категорически. Но он хочет понаблюдать за Гудолупой. И вы знаете, эта дура все испортит, потому что она действительно сумасшедшая. Ну что ж, возможно... Мы должны убедить Феррера другими средствами. Мы должны надавить на него, чтобы он выдал это свидетельство. Не знаю, как мы могли бы надавить на него. Орангу, все продаются. Не думаю, что Феррера можно подкупить. Можно. Только нужно узнать, какова его цена. Луиза, думаю, нам лучше забыть о Феррере. Я попытаюсь вытащить Гудолупу. Другими путями. Что вы предлагаете? Подкупить нужного человека. И в данном случае не Феррера, а Ракель, сестру, которая работает в лечебнице. Ракель. Сестра. Конечно. Она могла бы позволить мне увезти Гудолупа. И я бы осталась вне подозрений. У этой сестры, Луиза, есть цена. Нужны деньги. Много денег. Об этом не беспокойтесь. Я дам вам, сколько понадобится. Значит, вопрос решен. Я ее уговорю, чтобы она нам позволила увезти Гудолупу. Я хочу избавиться от Гудолупы. Хочу видеть ее мертвой. И нам нужно поторопиться. Потому что проклятый Альфредо Миндосо уже вышел из госпиталя. И, конечно же, попытается защитить ее. Успокойся, Гудолупа. Я хочу защитить тебя. Хочу помочь тебе вылечиться. Не смотри на меня, как на человека, которого ты должна ненавидеть. Прошу тебя. Почему ты не хочешь думать обо мне, как о мужчине, которого ты любила тогда-то? Гудолупы. Нет, нет. Оставь меня. Оставь меня. Уйди. Не отвердяй меня. Позволь помочь тебе. Позволь сделать для тебя тоже, что ты сделал для меня. Проникнуть в твой мир тени. И достучаться до твоего разума, Гудолупы. Дойти до твоего сердца. Позволь мне освободить тебя. Гудолупы. Дорогая, перестань плакать. Посмотри на меня. Я тебя умоляю. Посмотри на меня. Разве ты не видишь правды в моих глазах? Не видишь любви, которую я к тебе испытываю? Нет. Ты меня обманул. Ты меня обманул. Ты был плохим со мной. Сейчас всё иначе. Всё по-другому. Я тебе не верю. Я виноват в твоём недоверии, в твоих страхах. И это часть моего наказания. Нет. Гудолупы, прошу тебя. Пожалуйста, не уходи. Послушай. Всё плохое, что между нами произошло, было забыто. Мы снова были вместе. Были счастливы, пока не исчез наш сын. Но я его не похищал. Не я отнял его у тебя. Наоборот. Мы оба страдали, что потеряли его. Ради Бога, верь мне. Верь мне. Нет. Ты меня не обманешь. Ты меня не обманешь. Гудолупа, дорогая, я люблю тебя. Единственное, чего я хочу, это помочь тебе. У меня есть кому помочь. Кому защитить. Кто? Тётя Луиза. Тётя Луиза? Да. Она меня любит. Она добра ко мне. Не верь ей. Нет, нет, не верь ей. Она заберёт меня отсюда. Она поможет найти моего сына. Нет, Гудолупы. Она тебе это сказала? Она это обещала? Пожалуйста, не верь ей. Гудолупы, послушай меня. Отпусти. Гудолупы, послушай, что я тебе скажу. Гудолупы. Оставь её. А ты-то кто? Иисус Сантандер. Я здесь не из-за помешательства, а из-за алкоголизма. Полагаю, ты Альфредо. Она говорила тебе обо мне? Немного. Но достаточно. Послушай, я не знаю, что она тебе сказала, но... Нет, 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 скажи, что произошло. Почему она убежала? Почему ты её преследовал? Не знаю. Потому что... Она разнервничалась. Потому что она в замешательстве. Потому что она не в ладах с разумом. Потому что я её спровоцировал. Но она мне такое сказала. Что Луиза Самбрану хочет забрать её отсюда. И что она ей поможет. Как она может ей доверять? Потому что эта женщина желает её смерти. Эта женщина не может ей помочь. Она мечтает избавиться от неё. Она хочет, чтобы её убили. Папа, это было так? Это было так? Я никогда не думал, что мамы не делали. Мне больно, папа. Потому что я люблю их обеих больше всего на свете. Мне не становится легче. Мне больно. Я... Я в растерянности. И позволь тебе сказать, я даже несколько разочарован. Кем? Даниэл? Нет. Мамой. Она такое сказала о Даниэле, что мне совсем не понравилось. Ну, ты знаешь свою мать. Она так и не приняла Даниэлу в роли твоей жены. Но пойти на то, чтобы обвинить её, в неверности. Потому что увидела, как та разговаривала с мужчиной. Она мне это рассказала. Значит, ты знал. Почему ты ничего мне не сказал? Почему скрыл от меня? Я узнал недавно. Кроме того, это очень деликатный вопрос. И откровенно говоря, я не знал, что делать. Да-да, я понимаю. Я поговорил с Анжелой. Она мне всё рассказала. Папа, почему ты её не одёрнул? Ведь это не может быть правдой. Потому что я хорошо знаю твою мать. Я не способна такое придумать, не имея на то основания. Она не придумала, но преувеличила. Она обвиняет Даниэлу в измене просто потому, что увидела, как та разговаривала с этим типом. В этом нет ничего плохого. Плохо, что этот тип, тот же самый, с которым она попала в аварию. Но папа Даниэлла мне объяснила, что они встретились случайно, что она видела его всего пару раз. Ну, если ты ей веришь. Да, папа, у меня нет оснований сомневаться. Даниэлла меня любит, но она не способна изменить меня. Ладно, я пойду, хочу снова поговорить с Даней, потому что мне очень плохо. В подобных случаях искренность лучше всего. Иди домой, поговори с ней. Её нет дома, она на занятиях. Она встретилась с Ченой и пошла в университет. Ну, ладно, увидимся. Эй, Титон! Титон! Маги, ты здесь? Что с тобой? Ты всегда удивляешься, увидев меня. Ты забыл, что я тоже здесь учусь. Да нет, нет, Маги. Я не забыл, но всё дело в том... Почему ты нервничаешь, когда мы разговариваем? Маги, мне не нравится, что ты что-то от меня ждёшь. Ты знаешь, что между нами ничего не может быть. Нет, даже дружбы. Даже этого, Маги. Почему? Ты боишься? Конечно, нет. А теперь прости меня, я тороплюсь. Что с тобой, Титон? Ты не можешь уделить мне пять минут? Прошу тебя, Маги. Ты всегда торопишься, всегда убегаешь. Потому что, когда заканчивается занятие, мне хочется поскорее вернуться домой. Увидеть Марикузу и дочь, которая меня ждёт. Пока, Маги. Ничего. Рано или поздно ты вернёшься ко мне. Я знаю, что так будет. Маги. Алехандро, какой сюрприз. Как дела? Рад тебя видеть. Зачем ты пришёл? Тебе надоело быть врачом, и ты решил приобрести другую профессию? Я пришёл из-за Даниэллы. Я ищу её. Ты не знаешь, где она? Даниэлла? Но я ни разу не видела Даниэллу в университете. Что? Чена возобновила учёбу. Она тоже, кстати, спрашивала о Даниэле. Она считала, что Даня снова учится. Ну да, это так. Она снова стала учиться. Да, конечно, это так. Здесь? Нет, ты ошибаешься, Алекс. Прости, Макета, ты ошибаешься. Даниэлла моя жена, и я хорошо знаю, что она делает, где учится, как проводит время. Раз ты так говоришь. Даниэлла должна быть здесь, я в этом уверен. Ты меня простила, я ни разу её не видела. Я уверен, что она здесь. И сейчас я это проверю, не так это сложно. Извини. Нет, эта сеньорита не зарегистрирована ни на одном курсе. Может быть, вы плохо искали. Проверьте на другом курсе. К сожалению, сеньор, в этом нет необходимости. Уверяю вас, она не зарегистрирована. Но это невозможно. Сеньор Даниэлла Инфанте точно не учится в университете. Оставь это, Виолетта. Я закончу. Нет, мама. У тебя и без того достаточно работы. Тебе ни к чему заниматься уборкой, дочка. Служанка вроде меня должна заниматься всем в этом доме. Так мне сказала сеньора Луиза. Виолетта, дочка. Мне очень плохо, видя, что ты работаешь служанкой, отказавшись от своей мечты, от своего желания учиться в университете. Я очень огорчена. За меня не беспокойся, мама. Когда-нибудь я снова начну учиться. Конечно. Ты сделаешь это. И очень скоро. Почему? Сеньора Луиза? Нет. Я не смогла убедить сеньора Луизу. Она не возражает, что ты будешь учиться, но в свое свободное время. Ты могла бы учиться заочно. Тогда тебе не придется ходить в университет. Оставь все так, мама. Не переживай. Ты будешь учиться в университете. Я об этом позабочусь. Но как, мама? Я поговорю с людьми, которые могут дать деньги. Проценты очень высокие. Но я выплачу работы сверхурочно. Сверхурочно? Здесь? Нет. Я буду шить по ночам. Когда закончу работу по дому, могу закрыться в своей комнате и шить целую ночь. Успокойся, дорогая. Мама. Нам обеим придется поднатужиться. Но это ненадолго. Потому что скоро ты получишь образование. И тогда... Нет, мама. Я тебе этого не позволю. О чем ты говоришь, дочка? Я тебе очень благодарна. Потому что ты оказалась лучшей матерью на свете. Ты всегда жертвуешь собой, чтобы дать мне все. Но это уж слишком, мама. Для тебя ничего не слишком. Если речь идет о твоем счастье, ничего не слишком. Нет, мама. Я не позволю, чтобы ты себя убивала ради меня. И тем более, чтобы оплатить университет. Я буду учиться, я тебе обещаю. Не знаю, как и когда. Возможно, когда сеньора Гваделупа поправится, и вернется домой. Не знаю. Но я уверена, что буду учиться. Что продвинусь в жизни. Получу образование, чтобы ни одной из нас не пришлось работать с лыжанками в чужом доме. Чтобы больше никогда не пришлось терпеть оскорбления и унижения. Ты моя мать. Клянусь, я заплачу за твою любовь и твою самоотверженность. Виолетта, дочка. Доктор Алехандро, вы так рано. Где Даниэла? Ее нет. Она ушла. Наверное, из Ченны в университет. Это будет короткий сеанс. Мы не будем менять ни декорации, ни свет. Это всегда отнимает время. Неважно, мне больше нечего делать. Вот увидишь, это будут потрясающие фотографии. И нам хорошо за них заплатят. Хорошо бы, потому что мне нужны деньги на университет. Но я не хочу обращаться к папе. Он бы мне дал сколько нужно, но обрушился бы с упрёками, а мне это ни к чему. Чена, успокойся. Я тебе всегда говорил, что благодаря мне ты станешь звездой. Я приведу тебя к славе. Фочи, сейчас мне интересуют деньги. Так что давай приступим к работе. Нужно обнажиться? Да, конечно. За такие фото больше всего платят. Ай, боже мой. Этой сплетницей Эстер будет о чём поговорить. Через минуту я буду готова. Подожди, не торопись. Почему? На этот раз ты будешь сниматься не одна. Придёт ещё одна модель. Что ты сказал? Я сниму тебя ещё одну девушку в мягких тонах. Это будет серия фотографий пластической эротики. Пластическая эротика? Пластическая эротика. Нет, Фочи, это называется по-другому. Ты хочешь, чтобы я снялась как мисс Соединённых Штатов, которая после этого потеряла титул именно из-за этих фотографий? Чена, доверься мне, у меня великолепный замысел. Кроме того, я нанял красивую девушку, блондинку. Вы будете смотреться сексуально, провокационно. Высший класс. Нет, дорогой, ты ошибся, Фочи. Ищи для этой работёнки другую. Но, Чена, дорогая, ты знаешь, что это... Нет, никаких дорогих. Мои съёмки закончились. Этого больше не будет, Фочи. Ты наглец, ты меня используешь. Я? Да ты. Я не хотела, чтобы ты публиковал те фото, но ты сделал это без моего согласия. Деньги я поделил с тобой. Ты что, не помнишь? Ты сама хотела сделать эти фото, а вовсе не я. Я хотела сняться одна, а не с кем-то. И тем более с другой женщиной. Ты скоро предложишь мне сняться в порнографическом фильме. Кем ты меня считаешь? Чена, не начинай. Оставь это. Фочи, ты не подобрал меня на улице? Ну ладно, хватит. Закончилось ребячество. Мне надоело. Или ты позируешь для этих фото, или уйдёшь отсюда. Фочи, мне некуда идти. Ты меня поняла. Или ты соглашаешься, или уходишь. Выбирай. Спасибо, Виолетта, что помогла. Мне бы хотелось сохранить эти письма, пусть даже в таком виде, поровными. Мне было так больно, когда мама их рвала. Слова первых, разбросанных на кусочках бумаги. И вся моя жизнь представляет из себя бессмысленные кусочки. Части ребуса, которыми так и не удаётся разгадать. Нет, Генри, не говори так. Это очень грустно. Я нашла место ещё для одного кусочка. Видишь? Хорошо бы спасти хоть одно письмо, Перлы. Мы спасём их все. Мама уничтожила последнее, что у меня осталось от Перлы. Твоя мать слишком властная, иногда жестокая. Не позволила мне учиться. Не только отказала в деньгах на университет, но также не разрешила ходить на занятия. Она обрекла меня на жизнь служанке. Не хочет, чтобы я продвинулась в жизнь. Тогда уходи, Виолетта, уходи подальше. Уйди, пока мама не свела с ума, и тебя тоже. Виолетта. Нет, Генри, я отсюда не уйду. Я имею право жить в этом доме. Я тоже сам Брану. Да. К сожалению, в тебе течёт наша кровь. Я буду бороться, чтобы добиться того, чего хочу. Но буду бороться здесь. Бороться? Нет, Виолетта, не стоит бороться. Я тебя предупреждаю. Ты ничего не добьёшься, пойдя против мамы. Она всё равно тебя раздавит. Ты что, не видишь, всё стало так, как было раньше? Этот дом – большая ловушка. И все сам Брану обречены жить вместе, расплачиваясь за вилу других, неся на себе наши грехи и наше проклятие. Генри, не говори так. Мне страшно. Страшно. Но ты ещё не слышала худшего. Что значит худшего? Ты не знаешь плана мамы. Какого плана? Она хочет снова привезти его сюда. Кого? Абеля. Она приведёт его в этот дом, и он снова будет делать то, что делал раньше. Абель устраивал мне ловушки. Иногда он запирал меня в шкафу и подсовывал мёртвого зверька. Зверька, которого он сам убивал, он был окровавлен. Генри, не думай об этом. Абель ловил ящериц. Сожал их в стеклянные банки и ждал, пока они умрут. Ловил бабочек и накалывал их на булавки. Он оторвал ноги кузнечикам. Замолчи, замолчи! Абель играл со смертью. Ему нравилось смотреть на страдания. Я его боялся. Поэтому в тот день, когда он тонул, я... Что? Ничего. Я не хочу вспоминать. Лучше не думай об этом. Мне бы хотелось. Но мама не позволяет. Мама всегда говорит о бабе. Она сделает так, что он вернётся. Потому что он такой же, как она. Нет, Генри, это невозможно. Ты знаешь, что твой брат мёртв. Для мамы это ничего не значит. Она всё может. Генри. Мама пойдёт на что угодно. Прибегнет к дьявольскому средству. Она вытащит Абеля даже из ада, чтобы привезти его сюда. Алихандр, дорогой, какой сюрприз ты так рано. Где ты была, Даниила? Что это с тобой? Где ты была? В университете. Я до сих пор была там. Когда закончились занятия, мы с Ченой остались в садике. Делали работу, которую нужно сдать. Ты же знаешь, Чен, она помогает мне. Даниила, не продолжай. Всё, что ты говоришь, ложь. Алихандр. Сегодня я был в университете. Искал тебя. Почему, Даниила? Почему ты меня обманываешь? Скажи мне. Субтитры создавал DimaTorzok